привет друзья вот и добралась я до ролика по undertale я сразу же хочу предупредить что наверно будет не хороший звук потому что у меня как-то вот мне такой возможности записывать то есть я сначала вообще без звука записывала потом начала со звуком начала стараться как-то но я понимаю что я не вытягиваю а вот поэтому перейдем к благодарности руслан спасибо что ткнул меня точнее не ткнул а вот я уже как бы начала так думаю что никому это не надо ну вот раз тебе надо я выкладываю значит смотри что там происходит а я прокомментирую а прокомментирую я кое-что очень довольно интересное и такое спорное я не буду говорить что надо вот взять там голова это такой вот кружочек и там вот еще один кружочек вот их два там как будто ты объединяешь там этот челюсти череп и получается такой овальчик глаза такого размера там на столько клетчика там отойти это будет шея и так далее я давай сразу же скажу следующее вы же дети вы как учитесь пока вы дети вы перерисовываете и не только дети вот открою секрет перерисовывают рисунки и эти рисунки как бы взрослые перерисовывают но немножко по-другому не так как дети то есть ребенок он вот ведет линию хочет повторить такую же как видят на образце взрослые немножко по-другому и перерисовывает он пытается проанализировать почему эта линия такая какая закономерность что это там напоминает там шарку там откуда освещение идет как художник использовал это освещение почему он сделал так или иначе но все равно вот это вот есть такая вещь что взрослые тоже перерисовывают как бы мы же тоже копируем там да и других художников известных каких-то там которые умерли уже давно да ну вот мы так учимся и дети так учатся но они просто более как бы открыто и вот насколько им доступно мы так и учатся это я к чекун говорю это я говорю к тому что не надо бояться перерисовывать я была на многих ресурсах детских ну а в частности вот амина или амина там назвать вот и регистрировался еще есть такой арт амина арт ну там еще куда-то более-менее а так в принципе вся эта детская тусовка художественная она довольно такая токсичная как взрослые говорят то есть там дети злые такие начинаются сразу какие-то критика но успокоен у взрослых все то же самое нисколько не лучше есть какие-то сообщества где взрослые умеют держать себя в руках он таких немного не всегда там появляются с какой-то периодичностью вот такие вот значит завистники картикана а вот я что хотел сказать то что не надо бояться критики точнее не надо бояться людей которые критикуют перерисовывай внизу под роликом будет ссылка на подборку картинок из по андертейлу на эту тему из точнее на таком ресурсе он называется интерес да ну какой пин интерес у меня в этой подборке есть разные ракурсы этого санта есть вот эта альтернативная реальность где у сансы там красным светится ну мне это тоже нравится хотя вот мой сын неважно я все равно сохранила и вот смотри ты когда хочешь нарисовать что-то да вот этот санс куда-то пошел он что-то делает и как ты можешь ты же в натуре его не увидишь никогда да даже мультик ты про него вряд ли увидишь ну там но на ютюбе конечно есть какие-то мультики но это все равно вот поэтому ты поищи там есть такие подборки как голову рисовать в разных ракурсах как туловище у него становится в разных ракурсах в общем не бойся искать и анализировать использовать это а если начинаются какие-то разговоры про то что из головы ли ты это взял то не обращай внимание это легко сказать конечно я понимаю вот меня как художника то речь получается очень много рисую и меня так выбешивает этот вот начинается из головы не из головы мой а вот тут черточка туда а у тебя сюда ну ну и ладно как бы я стараюсь как бы если человек не дорог пытаясь ему объяснить что мол типа художник не обязан а если это какие-то мало знакомые люди тому пленера на улице когда рисушек попадается то в общем то делают что в наушниках и все а вот поэтому вот у меня получился такой ролик который я обращаюсь к одному человеку но на самом деле вот по лице этого руслана я обращаюсь ко всем детям дорогие дети рисуйте перерисовывать и когда я была маленькая я точно также училась перерисовывала и более того вот я была маленькая в те времена когда ленина конечно уже не было но и интернета тоже еще не было вот такой же ой вот такая жесть вот поэтому рисовали мы с журналов с книжек и все так учатся сначала перерисовывают а вот уже потом если вдруг так получится что вы захотите дальше учиться вот тогда и поговорим о художественных школах польза рисования с натуры то есть вот человек рисует все равно то что он понимает то есть сначала надо разобраться но это понимание что ему надо понимать она приходит потом в более взрослого возраста вот как бы а так как андертейл рисуют дети начальной школы это я прям вот точно знаю то нарисуйте свое удовольствие пользуйтесь референсами и по поводу авторских прав тоже могу сказать такую вещь я видел вот этот крик постоянно дети там начинают ссылаться на авторские права типа нельзя перерисовывать там все такое вот в принципе в авторских правах есть такой момент его можно трактовать как если изображение в интернете да то ты можешь его использовать для собственного обучения вы же простите вы же там никак бы не для наживы это делаете вы учите и это как бы нормально так можно делать вот ну желательно указать автора откуда мы перерисовываем вот я в частности вот этого санс который который сейчас да который про который ролик я его тоже точно так же на пинтерсе взяла и перерисовываю до этого я еще перерисовала десяток наверное этих сансов где-то есть конечно авторы где-то я могу сослаться сказать что это вот но я не стесняю сказать что это не моя идея ничего в этом таком вот для того чтобы придумать что-то прямо очень очень оригинально надо иметь такую насмотренность а как вы будете эту насмотренность получать если вы как бы не не закладываете ее в голову то есть вот что сядете такие такие и усилием воли насмотренность появилась нет такого не будет поэтому рисуйте перерисовывайте не бойтесь и вы получаете от рисования своего удовольствия что еще можно добавить я не знаю как бы в принципе я собираюсь вообще сворачиваться по этой теме как бы спидпейнтов каких-то вот но ну чего что то раз уж я все равно делаю для одного человека этот ролик то напиши мне если кто-то еще посмотрит там напишите мне что вам интересно какая у вас может быть вот есть и на какие-то вопросы может быть есть когда вы спрашиваете ролик франды андертейл что конкретно хочется узнать ну вот потому что ну понятно у меня уже другие вопросы по рисованию меня другие вещи какие-то интересуют какие-то для меня понятно вот например сансов из головы выдумывать да вот так вот как бы я бы тоже не смогла ну никогда если бы я не пересмотрела сначала кучу других работ и еще их и не перерисовала а ну еще что там у детей начинается очень часто загоны по поводу того рука там чуть длиннее чуть-то вот я скажу откуда вот эти загоны значит это которые не автор рисунка а зритель да если вот такое происходит это от желания найти что-то которое обесценит ваш рисунок ну а бесценят в том смысле что ну как бы покажет его какие-то подчеркнет его минусы вот как бы воспитанные люди они как делают какие-то культурные да они видят рисунок а и таки вот это молодец ты постарался там да и если человек не не спрашивает что бы мне можно было изменить как ты думаешь то вот ну как бы нормальный человек должен промолчать вот спрашивать что надо изменить надо у каких-то понимающих людей которым ты доверяешь каких-то учителей вот и поэтому что есть конечно такая отговорка я художник я так вижу вот ну в принципе я бы я вот обычно ничего даже и не пытаюсь никому ничего объяснить вот иногда пользуюсь этой отговоркой вот а иногда говорю прямо что мол типа я не спрашивала как бы я считаю что так нормально а вообще можно сказать но я учусь и тоже хороший вариант вот еще лучше иметь друзей конечно таких которые не критикуют ну и избегать вот таких вот сообществ не знаю там интернете которые появляются периодически какие-то форумы группы где такой вот такая токсичная среда ну что конкретно по андертейлу я ничего не сказала как рисовать санкции вот просто рассказала где брать вдохновение где брать вот так называемые референсы где брать основу потому что надо как-то понимать как что устроено у него даты вот там на пинтересе вот по той ссылке где я сделала подборку там видно что это рисовали взрослые люди абсолютно понимающие что происходит учитывающие в большинстве случаев даже там освещение вот поэтому там можно получиться лезь смотри сделай себе тоже такую я не знаю какого-то возраста потому что родители понадобятся для регистрации ночью объясни что хочешь и вот этот пинтерес он начнет когда ты организуешь себе папку такую он начнет сам подкидывать интересные картинки других художников вот это это рисунок который я сейчас перерисовываю это явно диджитал работа то есть но компьютеры тоже писал но мне было было время была возможность порисовать гуаши то есть я сейчас рисую не чем-то а гуаши и в конце я там добавила такую акварель который с блестками ну честно говоря не потому что я испортила лучше бы не добавляла да вот пошла ее шурудить вот потому что чем меньше всякого этого поналяпана тем лучше а да ну вот могу кстати сказать очень часто когда я смотрю рисунки там да и вот она тоже там амина там да в группах всяких вот у меня не получилось вот вроде бы мне нравится но не нравится ну почему тебе не нравится как правило рисует на белом листе да вот тут получается этот белый санс на белом листе вот и мне нравится а тут смотри как на черном листе белый санс и он сразу же такой стал как бы выделяющийся да на нем все внимание вот ну не ленитесь делать фон я понимаю что вряд ли у вас будет черная бумага синяя бумага вот но фонда зарисовать можно это уж там ну тушь акварель или гуашь вот ну этот рисунок у меня полностью нарисован гуашью кроме вот самых последних моментов где я решила добавить свечение потому что у меня есть такая акварель которая вся мерцает переливается и мне хотелось вот прям попробовать что она будет все мне больше нечего сказать поэтому наверное сейчас как бы будет играть музыка моя на этом работа закончена вот единственное что наверно как бы обращу внимание что красиво смотрятся рисунки в которых ну как бы продуманы какие-то акценты да то есть вот светлое пятно на темном если ты хочешь подчеркнуть какой-то санс да то что он скелет делай теплый фон какие вот есть варианты для темных фонов всякие разные залить туши гуашью за штриховать карандашом ну вот у меня есть ребенок он такой прямо не сильно любитель штриховать карандашом особенно большие пространства а вот если даже отвлечься от того что он ребенок взять меня я тоже не очень люблю это дело потому что ну это как бы неравномерная такая штриховочка получается особенно если большое пространство хочется сюда чаще больше поэтому можно делать знаешь что есть такие штуки как акварельные карандаши то есть у детей какая проблема с красками как правило ну как я уже поняла по своему сыну по друзьям его точнее подругам краски они там легко вылазят за свои вообще пределы то есть тебе бы хотел чтобы краска лежала здесь а с этой кисточке лезет непонятно куда в общем и она не там где надо оказывается вот и взяла испортила рисунок на тебя тебе спрашивается надо есть такая вещь как акварельные карандаши но есть фломастеры да они тоже не очень равномерно закрашивают немножко надо лесноровку чтобы ровно сделать вот а есть такая вещь как акварельные карандаши то есть ты этим карандашом можешь подлезть ну туда куда тебе надо прям в деталиках а потом уже кисточкой аккуратненько размочить и выровнять таким образом вот штрих сделать чтобы не штрих был а такой вот как бы ровная заливочка попробуем возможно тебе это понравится ну и наверное такой алгоритм работы тоже стоит сделать то есть если ты будешь делать вот такой вот вот таким легким слоем это свечение этого санса да то сначала надо сделать фон а вот свечение уже будет самое последнее потому что вокруг этого свечения фон уже сделать более темным не получится надо будет обязательно сделать сначала фон а потом уже вот свечение полупрозрачным таким вот методом так ну вот очень-то и закончилось это все вот ну пиши попробую ответить я не забуду главное нужно какая-то конкретика я сейчас немножко просто другими вещами занимаюсь и я немножко получается вроде как не в теме не выпало что в таких роликах надо снимать помочь можно всегда художники художником помогают они обижают надо помогать ладно все я пошла по второму другу или по третьему уже хорошего дня вдохновения пока все 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...